В общем, ребята, я неоднократно говорил, что пляж это труднодоступный, сюда можно добраться либо на машине, вот по таким разбитым дорогам, либо вызвать такси, либо если у вас есть какой-то электротранспорт на электротранспорте, но пешком сюда почему проблематично, потому что здесь ездят машины и здесь стоит пыль, ну и плюс, конечно, это далеко. Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся, если ты еще этого не делал. Сегодня я вас приглашаю в интересный выпуск, где покажу вам два очень классных пляжа. Первый, он самый дешевый, вот прям 100%, но у него есть свои подводные камни, о которых я вам уже сказал в начале выпуска, а второй, он такой сильный, там так классно, его буду показывать чуть позже. Сегодня прекрасная погода, минимум облаков, это значит, что сегодня мы, возможно, с вами покупаемся, но посмотрим, как будет водичка в море, потому что рядом течет река Псоу, а это значит, что, возможно, будет мутная, грязная и не получится. Не переключайтесь, погнали! Итак, ребята, первое, на что я хочу обратить внимание, как мы любим ездить на машинах, значит, первое, это нужно найти парковку. Здесь парковка есть, в принципе, достаточно большая, вот здесь, смотрите, засыпают вот эту лужу, то есть здесь положат, видимо, кирпичики вот эти. И там еще есть платная парковка, мы сейчас туда с вами дойдем. И вот он начинается, прекрасный пляж. Совсем скоро здесь откроется... Вот эта палатка здесь будет продавать мороженое, будет функционировать вот это кафе. И чем нравится нам этот пляж, это, ребята, тем, что тут, ну, всегда малолюдно. Пляж чистый, его убирают, здесь есть всякие торговые палатки, соответственно, за ним следят. Вот море здесь чуть другое, нежели на всей территории Адлера, потому что здесь свет воды уже как в Абхазии. Галька тут родная, широкая береговая линия. Вот за этими трубами находится автокемпинг, не помню, как он называется, по-моему, Ольга. Есть также беседки, чтобы пожарить шашлык, они в районе тысячи рублей стоят. И посмотрите, сколько людей, их вообще минимальное количество. Нам сегодня еще повезло, так как тут какой-то съемочный день, здесь снимают фильм. Видите, сколько народу. У них там стоят автодомики. Сейчас мы тут с вами пройдемся, все покажу. Мы вот так вот по скромненькому разместились. Давайте вам сразу покажу море. Я вот прям не знаю, ребята, мне вот не совсем доставляет удовольствие оккупаться в такой мутной воде. Но все из-за снегов в горах. Здесь обычно вода чистенькая. Независимо даже то, что здесь спадает река, вот видно вот эту коричневую линию в Соул. Но давайте так сделаем. Мы сейчас пройдемся. Вот, в принципе, у меня есть поддержка, люди купаются. А самое главное, посмотрите, сколько народу там на бархатных сезонах. Вот, видите? И как тут мало. Минимум, минимум людей. Поэтому сейчас я с вами пройдусь, покажу здесь, какой пляж. Возможно, покажу по ценам, чтобы вы понимали сравнение. Посмотрите там все выпуски из центра Сочи, из центра Адлера, из Адлера. И сравните, да? Значит, смотрите, что здесь будет. Здесь будет палатка фруктов. Традиционная. Это, кстати, вот новая будет. Пляжные товары тоже здесь откроются. Гонконгские какие-то вафли. Здесь сделаю тир. И открыли уже кафе. Сейчас, кстати, трендом этого года, я не знаю, как бы здесь было в том году, ставят вот такие ракушки. У них такой шукс, навес открывается. Все еще под зонтиком. Ну, классно. Для каждого есть своя такая индивидуальная зона. Качели. Давайте сразу по ценам вам покажу. Вот, пляж Крылья Балтики. Не обманываю. Аренда качели. 1 час 200 рублей. 2 часа, 3 часа, весь день 1000 рублей. Так, дальше. Тир. Пока тир используется для матрасов, но вскоре 100% здесь все это сделают. Лежаки. Бунгалы. Так, цены, наверное, вот тут. Давайте сейчас я чуть вернусь. Значит, душ уже есть функционирует. Переодевалка все есть. А, нет, это вот знак не курить. Вот, ребята, не курите. По ценам, по ценам пока тут не знаю. Вот. Здесь есть такое. Смотрите, палатки. Это съемочная группа. Здесь вот снимают, отдыхают. Наверное, какой-то фильм. Открылось уже кафе. Давайте здесь посмотрим, что и как по ценам. Здрасте. А вы уже работаете? Да. А можно, да, показать по ценам, как у вас? Вкусно будет в этом году? Да? Обновили меню. О, здорово. Давайте. Я прям покажу. Холодильнички новенькие, да? Да, все новенькое. И кухонька новенькая, все новенькое. Вот два года назад здесь такого не было. Здесь было по-другому. А сейчас вот. Смотрите, деревянные плетки даже. У вас же как бы и супчики, да, все это есть? И устрицы будут, пожалуйста. Смотрите, омлеты даже будут. Холодные закуски. Так. Вот, паста, хинкали. Вокс, кстати, 70 рублей за штуку. В общем, можете поставить на паузу, ознакомиться более подробно. И в комментах написать, как вам цены на этом пляже. Так. Фрукты. Вот, даже можно фрукты купить. Здорово. Блюда на мангале. Так, а по поводу там пива. Пива, пожалуйста, есть бутылочная, есть отливное, цены так же, как и были, 150 и 200, не поднялись. Ага. Все, отлично. Ну, стало уютно, гораздо. Ладно, спасибо. Пожалуйста. А мороженка? Во, мороженка. Мороженка так же тоже, сколько стоит. 100, 150. Шарики, да? Шарик 100. Угу. Так, как и было. Все. А, и вот такое еще, смотрите, есть. А что такое нарисовано? О, кстати, я даже не обратил внимания, точно. Вот, видали как? Да, интерьер вообще классно стал. Все, спасибо, хорошего дня вам. Вот, ребятки, вот такое кафе. Здорово, что прямо на территории, да, пляжа. Единственное кафе без конкурентов. Здесь также откроются, смотрите, батуты. Будут для детворы. У них есть здесь туалет, можно сходить. Так, ну тут понятно, тут пока съемка. Видите, они вот так вот все здесь заняли всю территорию. Не знаю, какой фильм снимает, кто в курсе. Напишите в комментах. Также, конечно, здесь, ребята, будет техническая зона. Сюда, точнее, она уже есть, она выделена. Сюда привезут катамараны. Уже завезли, сюда спустят на воду, как они, гидра. Гидроскутеры, водные мотоциклы. И здесь по цене они тоже гораздо дешевле. Вот она зона, видите, вот тут, получается, будет проходить спуск. Ее огородили уже. И даже поставили сразу душ. Сгоняли, покатались, спустились сразу, ополоснулись. Вот такая вот территория. Все, дальше качельки, а дальше уже начинается граница. Ну туда, конечно, тоже можно сходить. Единственное, за забор не заходить. Здесь вот более лучше видно вот эту коричневую полосу, как вытекает река. Вообще, ребята, смотрите, здесь еще сделают волейбольную площадку. Ну, по крайней мере, она здесь всегда была. А еще хочу вам показать платную стоянку, платную парковку. Здесь вот эти два автодома простояли всю зиму. Вот сюда можно заехать. Тут какой-то пансионат. Тут можно с палатками размещаться. Вот так вот будет лучше вам видно. А сюда мы обычно летом всегда загоняли тачку. Здесь, видите, тенек поставил. А самая главная цена, ребята, всего лишь, всего лишь, ребята, 100 рублей целый день. Прикиньте? Ну где вы увидите такую цену у нас на побережье? Да нигде. Я вот прям в этом уверен. Большая территория. Здесь хватит места 100% вообще всем. Так что, если вы приезжаете и платная, забитая, точнее, бесплатная парковка забита, то вот сюда заехали, 100 рублей заплатили. Я надеюсь, что цена сохранится в этом году. И все. И поставили, спокойно пошли отдыхать, чтобы ничего с вашей машиной не произошло и не случилось. Доступность этого пляжа меня лично вообще поражает. Тир, тир, скоро откроется. Все скоро заработает. Я думаю, в первых числах июня здесь будет просто огонь. Ребята, я не люблю купаться в таком мутном море. Но ваши всегда вопросы, как вода теплая, нетеплая, можно купаться, не можно купаться, заставляет меня купаться в море. Ну ладно, что же, как говорится, работа требует. Поэтому я быстро сейчас раздеваюсь. И мы с вами делаем заплыв, ныряем и поедем на другой замечательный пляж. Что случилось? Что случилось? Все, ребята, пойдемте окунаться. О, да не, нормально. У нас получается на улице где-то сегодня 23, наверное, а вода уже 18-19. Ну, может быть, сегодня она чуть прохладнее. Прохладнее. Нет, на днях было теплее. Короче, быстро окунаемся. И выходим. Раз, два, три. Погнали. Ну, купаться можно. Она даже соленая. Невкусом пыли. Фух. Нет, давайте, знаете как. Красота. Ну, прекрасно живет звезда, согласна. Абхазские горы, видите, все в облаках. Фух, класс. Ладно, поехали на другой пляж. Итак, ребята, мы переехали сейчас на следующий пляж, который я хочу вам показать. То есть, если в целом взять поселок Сириус, крылья Балтики находятся в самый край границы Абхазии, а этот пляж находится в самый край, наоборот, в сторону Адлера. Здесь, смотрите, протекает, вытекает, точнее, Мзымка. Она в этом году очень сильно изменила берег. То есть, видите, как вот он обрублен, он был гораздо шире сюда и проходила вот так вот коса. Теперь коса с той стороны начинается, видите, и туда утекает. По-моему, она еще где-то там впадает. Сейчас все посмотрим, как изменяется рельеф пляжа. Здесь, значит, такая бесплатная большая парковка. Так, мы, соответственно, здесь парканули. Здесь еще там есть бесплатная, там есть еще платная. Вот он сам пляж. Но перед тем, как мы сейчас все дружно с вами отправимся на этот пляж его смотреть, что там изменилось, я хочу с вами немножко прогуляться здесь по улице и показать, какие здесь есть столовые, магазины и, возможно, что-то посмотрим по ценам. Поэтому погнали. Мы находимся сейчас на улице Цветочной. Собственно, если пойти вот в ту сторону, мы с вами туда и пойдем, мы попадем как раз на этот пляж, но чуть позже. Мы решили дедям купить мороженку в пятерке, и я заодно хочу вам показать цены в сетевом магазине, а вы там сравните, например, относительно своего города. Клубника 39 рублей, 100 грамм, получается 4 сотки. Да, давайте еще по фруктам вам покажу, что здесь есть. Авокадо 27, бананы 179, а, ну это такие. Виноград 201, яблоки 83, лимоны 128, 108, помидоры разные всякие. Так, мороженое. 108, 78, 11, 71, 49. Пойдем, пожалуйста, 7, 6, мы обычно вот такое вот берем. Сейчас, Настя, быстро пробегусь, короче. Так, что тут по заморозкам? Ну вот, смотрите. Ну, я думаю, что это не нужно по пиву. Так, что тут еще вам показать? Ну, по яблокам, я думаю, все понятно. Черри 134, вот такие 105. Так, колбаса, вот мы, например, вот такую вот берем, вязанку 129, вот 248, есть вот такие вот. Смотрите, ну и пишите в комментах относительно вашего города. Соленье варенье, варенье. Так, пироженки. Ой, я 100 литр арты не покупал, здесь есть панчо? Мой самый любимый торт. А панчо здесь нету. Ну, что-то похоже. А, ну это сметаной. Так, идем дальше. Давайте молочку посмотрим, что у нас тут по молочке. Вот, например, молоко 72, 129. Так, яйца 79, 259, 79. Майонезы, кому нужны, мы это вообще не едим. Так, ну тут, блин, я не знаю, у нас на урожайные все, конечно, гораздо дешевле. Соки, кому нужны, по 23 рубля. Вот, ребят, ну, собственно, такие цены. В общем, купили мороженое на 306 рублей. Три штуки. Лакомка. Ага, лакомка. И шоколадная. В общем, мы сейчас уже начинаем идти по вот этой улице. Покажу, что здесь находится. Настя, я, короче, пошел тогда. Ладно. Все, а вы едите. Я хочу перейти на вот эту сторону вам. Чтобы было лучше все понятно. Здесь есть прокат, перемон телефонов, овощи, фрукты. А еще что-то даже закрыто. Цветочная 17 дробь 7, как ориентир. Вот это кафе, наш лаваш. Мы рекомендуем. Здесь очень вкусная у них выпечка. То есть здесь, например, остановится по этих краях. Можете сюда заходить. Здесь уходит проход, попадаете, значит, на мост и попадаете на комплексы Мандарин, на пляж Мандарин. Будем идти с вами по вот этой стороне. Я вам покажу, как здесь выглядят отельчики, чтобы вы могли сориентироваться. Вдруг кто-то из вас выберет отдыхать именно в каком-то из этих отелей, либо кто уже отдыхал в этих отелях, то напишите в комментариях, как вам. Так, отель Афина. При них, значит, здесь есть столовая. С 8 до 21 работает. Следующий отель Марина Ин. Аккуратный забор. Есть высадка и даже есть детская. У них площадка, вот она. Следующий Грейс Дубай. У них тоже вот есть кафе. Ну, такая, шашлычная. Но витрины полностью пустые. Цветочная 17 дробь 13. Вот этот, наконец-то, почти, так сказать, не готов. Но в том плане, что здесь был забор, стройка шла. А вот сейчас его можно посмотреть, как он выглядит. Мне вот он очень нравится, потому что современно, стильно, ничего лишнего, без всяких там вот этих гипсовых колонн. Красивые балкончики, застекленные. Ну, классно. Вот мне такой вот формат, конечно, отеля очень нравится. Смотрится красиво. Как вам? В комментариях напишите. Дальше идет какой-то гостевой дом. Непонятно, что за гостевой дом. Но у них есть даже тут магазин Гавана сразу туристическая. Палатка, где можно взять экскурсии, продукты. И шашлыки, шашлыки, машлыки. И отцветочная 17, дроп 6. Вот можете посмотреть, как что выглядит туда дальше. Снова уходят всякие гостевые домики. Так, а мы с вами идем дальше. Нам совсем чуть осталось до пляжа. Так, здесь отзадаются комнаты. Может быть, кому-то будет интересно. Вот номер телефона. Нажимаете на паузу и ознакомливаетесь. Звоните, уточняйте. Ну, вот это, конечно, среди всех вот этих отелей такой интересный. Улица очень чистая. Здесь вот я тогда еще, когда в межсезонье мы ходили, что здесь ее убирают. Мусора практически нету. Еще какой-то Авалон. Авалон, да, читается. И вот мы уж, ребята, подошли к тому месту, где, значит, мы оставили машину. Я вам начал говорить, что там еще есть такая парковка, если вы помните. И вот она, собственно, идет та самая парковка, про которую я вам говорил. Видите? Вот. Здесь тоже можно поставить машину совершенно бесплатно и уже отправиться на пляж в Сочифоне. Также здесь есть вот такая шашлычная. Давайте я сейчас перейду, попробую, да, и покажу вам по ценам, сколько здесь будет стоить. Вот, ставьте на паузу, изучайте. Шашлыки с семью, 250 рублей, недорого. Форель. Где она тут? Ну, слушайте, нормальные цены. Можно найти дороже, можно найти дешевле. И вот такой переход, очень узкий. Сейчас дождемся, когда все пройдут, и пойдем. Вот, теперь наша очередь. Здесь есть речка-говнотечка, которая впадает в реку. Есть такой сквер, можно взять самокат на прокат, шеринг, либо отправиться в, на территорию вот этого пляжа. Вот он называется, ребята, в Сочифоне. Здесь есть пляж, серфинг, кафе, бар, ночный клуб, бассейн. Тут, значит, въезд на парковку. Парковка платная. Первый час 150 рублей, сутки 150, грузовой транспорт 400, ну, какие-то категории граждан бесплатно. В принципе, я не знаю, я сколько раз сюда заезжал, пока, пока деньги не берут. Но здесь, и как вы можете заметить, еще не совсем все открылось. Вот эти красивые палаточки, наверное, где-то расставят. Тут уже вот, можно заметить, поднялись ролеты некоторых палаток, видимо, уже вот-вот должно что-то открыться. Наверное, здесь какие-нибудь очки, надувашки, наверное, будут продаваться. И тут тоже самое. Еще здесь, что хорошо, так это, что здесь есть бесплатные туалеты. Вот они. Красиво здесь так разрисовали. Мне прям нравится. Ну, так вот. Смотрится клево. Summer Times, Сачфоня, Пати, Бич. Блин, нравится мне все время, сразу вам напоминает это все. Оленивку. Очень хочется прям сразу на запад Крыма. И здесь еще будет в конце мая проходить фестиваль. Сейчас вам более подробно расскажут организатора. Да, привет. Меня зовут Кирилл Парамонов. Мы организуем фестиваль Green Go Fest 26-29 мая на площадке Сочи-Форния пляж. Мы будем... Что мы делать будем? Да мы много чего делать будем полезного. В основном мы будем разговаривать об устойчивом развитии, экологии, правильном питании, спорте. Всего. А все то, что сейчас у нас в тренде. Ну, и... Как вам сказать, ребят? То, что актуально на сегодняшний день. Потому что живем мы один раз. После нас мы отдаем планету вот этим прекрасным малышам. Мы должны показывать правильный пример. Поэтому мы делаем этот фест. Здесь у нас будет... Вы можете обратить внимание в фуд-маркет, где будут представлены интересные продукты. Например, бургеры из растительного мяса. То есть такая веганская тема будет? Веганская тема тоже, она безусловно будет. Здесь у нас будет качать рэпчик. Ребята тоже, потому что субкультуры, они все должны приобщаться. Ну, конечно. Если мы с тобой пойдем поднимемся туда. Ну, вот. Сейчас мы по пляжу еще... По пляжу, да. Да, я пробегусь. Вот. Классная площадка. Одна из лучших, наверное, в Сочи. В плане того, что мы будем делать здесь концерты. 26-29 мая на закрытие пригласили группу Помпея. Так что на закате дня Помпея будет выступать у нас там. Ага, вот она сцена. Вот она сцена, да. Поэтому поглядите, да, какой вид прекрасный. Классная музыка. Да, сейчас покажем. И прекрасное завершение дня. Вот. Поэтому обязательно подтягивайтесь, если вы, если вы вообще, если вы хорошие, осознанные люди, то вам нужно здесь быть. Осознанно, самое главное. Осознанно вам нужно здесь быть, потому что будет тусовка. Тусовка из тех, кто... Кому не пофигу. Вот. Не пофигу, но на завтрашний день, на завтрашний день, да, на природу, на себя. Поэтому приходите. Здесь будут и утренние йоги, и спортивные мастер-классы. Так что в здоровом теле зелёный дух. Вот. Это про нас. Ну и всё, в принципе. Ну, это так, в двух словах. Так, а если вот, например, вот что касается вот этого открытого бассейна, он когда начнет функционировать? Платный, бесплатный? Они уже работают. Он платный, да? Нет. Смотрите, у нас единый билет. Вы зашли, взяли билет... Это на фестиваль. На фестиваль, да. И четыре дня, четыре дня прямо с нами тусуете. Вот. И приходите на концерты, хотите, загораетесь, занимаетесь йогой, хотите, плавайте в бассейне. А цены где можно посмотреть? Смотрим на greengofest.com, афиша Яндекс. Вот. Также продают. Ну и другие билетные операторы. В общем, ребята, кто здесь будет в конце мая, обязательно заглядывайте. Здесь будет 100%. Классно. Сейчас вас приглашаю прогуляться по всему пляжу и всё вам расскажу. Погнали. Ну а теперь, ребята, давайте более подробно я расскажу вам про пляж. Здесь, ну, классный действительно дизайн. Здесь сразу можно сходу взять сап, сапборды, покататься. Красота. Банька на берегу моря. Мы когда-нибудь принимали баньку на берегу моря. Сейчас мы с вами то что-то дойдём. Я вам покажу. Проходите. Здрасте. Я вам покажу, где это находится. Значит, здесь есть такое кафе. Соломенная крыша. Интересный дизайн. Всё закрыто в такую плёнку. она круговая. А вот, кстати, афиша Green Go Fest. Вот. Можете зайти на их сайт. Вот он. И ознакомиться с информацией. есть вот такая зона. Установлены подушечки жёлтенькие, красивые, цветные. Огородили ленточкой обрыв. Да, здесь раньше такой был спуск нормальный, а сейчас вот так вот всё. Видите, мызым-то очень сильно всё размыло. у реки, в общем, знаете, как свои условия, свои желания на природу. Получилось, образовалась вот такая вот коса. Получается, теперь мызым-то здесь вытекает, дальше опять идёт коса, и вон там вытекает. А там уже начинается пляж мандарин. Есть настилы, их проложили почти до самого конца, сейчас тоже всё увидим. Я, конечно, единственное, что думал, что вот эти вот бетонные блоки их покрасят, освежат, но нет. Вообще, ещё есть второе название этого пляжа, это пляж Лего. Видим, как раз из-за вот этих вот кубиков. Люди проходят прям так вот на косу. и там загорают. Что касается купания на этом пляже, не знаю. Может быть, когда мзым-то будет чистая, и снега там в горах растает, здесь будет гораздо лучше, но пока вот как есть, да, ребята, есть переодевалка, смотровая для спасателя вообще упала. Там есть спортивная площадка вот под этим мостом. Ну и вот так вот, ребята, выглядит здесь пляж. Перебрался я, значит, на другую сторону, на эту косу. Ну так вот пляж выглядит со стороны косы. Хочу вам показать море, а вы уже сами там для себя решите вот грязное оно или не грязное. А то я порой говорю грязное, меня осуждают. Как ты, почему она говоришь всегда, что грязное? ну вот, ну вот, цвет коричневый. Но это из-за реки. Следующая часть выпуска будет сложной для меня, потому что Родион немножко колол палец, и в него обед, и начинается. Ну-ну-ну, гундёшь, короче, поэтому прям с ним вот так вот на руках пробегусь по пляжу и покажу вам. Фу, обстановка, жарко так. И ты залез на руки, да? Всё, я попросил тебя не кричать мне в камеру. Итак, я вам уже мельком показал вот эту зону, да? Тут, где люди вот так вот отдыхают на подушечках. Ну, сегодня здесь людей почему-то мало. Можно так посидеть в кафе, подключить ноутбуки, особенно для фрилансеров. Очень-очень будет актуально. вообще не поплачь. Здесь не надо. Так вот стоят лежачки, зонтики, качельки. Не подскажу вам цены на качельки, потому что мы вот сколько сюда садились, здесь у нас никто денежки не брал. Вот она сцена. Также здесь есть большая в принципе территория с беседками, где можно, ребята, взять её в аренду и пожарить шашлычок. после каждой беседки стоит мангальчик, сейчас покажу вам. Столик вот так вот. Вон мангальчик стоит. Здесь по вечерам видимо всё так подсвечивается лампочки. Говорят, ну такая здесь атмосфера, конечно, классная. И вот как я вам обещал, показываю вам баньки. Здесь их две штуки. Ценника тоже нету, но я думаю у администрации просто сами по себе узнаете. Вот так это всё выглядит. Ну и самое приятное, что я вас спрашивал, здесь есть бассейн, который здесь уже работает. Сейчас поднимемся, я вам его покажу, территорию, как тут вот. Так это выглядит. Поставили бунгало, в бунгалох есть столик, вот, здесь поплавать. Единственное, что мне никто не сказал, как тут по ценам. Фу, Родион, как же я устал тебя нести. Ну, если вы выберете этот пляж, сюда приедете, я думаю, узнаете. Тут, в принципе, ценники нормальные, не кусаются. Всё, ребята, я с вами прощаюсь, больше не могу идти и снимать и нести Родиона. Увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике. Поддерживайте выпуск лайком и делайте репосты социальные сети. Всех обнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok